Да не в голову я бил, а по губам, и по щекам, и по волосам. А по волосам нельзя убить человека, вы не знаете об этом? Изверг просил смягчить ему приговор. Во вторник Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу Дмитрия Рязанова, избившего до полусмерти коллегу прошлым летом в посёлке Сокоч. Он настаивал на том, что вынесенный ему приговор незаконный. Рязанов заявил, что не собирался убивать девушку. В суде первой инстанции, а затем при апелляционном рассмотрении, Рязанов не признал вину, вменённую квалификацию о покушении на убийство и указал, что причинить смерть потерпевшей он не хотел, силу ударов контролировал, настаивал на том, что видеозаписи сфальсифицированы и смонтированы. Как добавили в пресс-службе краевого суда, Рязанов оспаривал протокол осмотра места происшествия. Тот факт, что в тот момент он был пьяным, утверждал, что видеозапись, которая распространилась в соцсетях, неполная. А ножи он как раз-таки прятал от агрессивного коллеги, а не пытался использовать их против пострадавшей. Рязанов настаивал, что девушка сама виновата. Он избил её за якобы аморальное поведение. То, что он говорил на этом процессе, это было всё то же самое, что он говорил на предыдущих всех процессах. Было также очень много сказано, очень долго. И честно, меня даже трясло немножко. Как отметила в ходе судебного заседания гособвинитель, мужчина нанёс лежавшие на полу пострадавшие 36 ударов, 28 из которых в области головы преимущественно ногой. Судебная коллегия оставила приговор Ельзовского районного суда без изменения. Я тогда почувствовала облегчение. И мне, мой адвокат, скинула только что вышедшие статьи из разных пабликов. Я почитала комментарии людей, которые пишут. Они рады, они рады, потому что он действительно опасен. И он действительно будет продолжать кошмарить людей. И продолжал бы кошмарить их дальше, если бы ему сократили бы срок. В колонии строгого режима Дмитрий Рязанов проведёт 8 лет.